Пишет вам выпускник морского университета имени адмирала Ушакова. В 12-м году я поступил на специальность морского инженера, который по сей день считаю достойной. При поступлении нам очень много и долго говорили о прекрасном будущем, о недостатке в российском и мировом флоте достойных специалистов, какими мы должны стать. Еще до первой практики работы на настоящем судне мы знали, кто поступил ради работы в море, а кто ради военной кафедры и погона лейтенанта, а также возможности не ходить в армию. Я же с удовольствием вникал в учебный процесс. Возможность управления целым судном казалась мне тогда чем-то восхитительным, да и возможность получать большую зарплату тоже привлекала. Но, к сожалению, после первой практики в море на третьем курсе пришло разочарование. Как оказалось, нас обучали для работы на доисторических по меркам морских технологий судах. Большая часть преподавателей, в свою очередь, в море и не была никогда, и поэтому некоторые вещи, которые я слышал от преподавателей, вводили меня в ступор. А так называемые старые морские волки были в море настолько давно, что охали и ахали после наших рассказов о современных системах автоматики на борту. Не буду отрицать, к нашему потоку уже сделали современные тренажеры, но количество часов на них было настолько малым, что толку практически не было. Перед первой практикой к нам приходили люди из разных компаний. Но вот какое дело, среди них практически не было, да, наверное, и нет до сих пор ни одной российской компании. Был один лишь новошип остаток от советского совкомфлота, да и тот предлагал работать под иностранным флагом. Потом сами преподаватели говорили, что лучше идти работать на иностранцев, нежели на нашу компанию. Разница слишком ощутима. Я сначала не поверил, и вот после выпуска столкнулся с тем, что лучше работать на немцев, греков, норвежцев, арабов, да на кого угодно, лишь бы не на наших. Наши обманывают с контрактом, задерживают и без того небольшую зарплату. Получается, что лучший транспортный вуз России обучает кадры не для России вовсе, ведь русский моряк востребован практически везде, везде, кроме России. Да и на фоне последних скандалов с российскими судовладельцами желания сотрудничать с ними попросту нет. Сейчас же наши компании в основном это либо трамплин для молодых специалистов, которые вот-вот, набравшись опыта, перейдут работать под флаг, то есть за границу, либо это которых уже не берут в иностранные компании по причине возраста. Вот такие дела. Всего вам наилучшего.